Ну, есть в прессе сейчас некое ожидание экономического кризиса, прежде всего связанное с тем, что есть кризис в Европе, и не ожидаемый, а реальный. Европа в минусе. До сегодняшнего дня ни одна из крупных европейских экономик не вышла на уровень 2007 года. И динамика вниз. Поэтому Европу ждет минимум потерянное десятилетие, а скорее больше. А Европа наш главный внешнеэкономический партнер. Больше половины торговли приходится на Европу, и там кризис. Но заметьте, если когда кризис начался в 2008 году, и Европа спикировала вниз, Россия спикировала еще ниже, то сейчас, несмотря на то, что Европа падает, Россия продолжает расти просто более медленно. Так что я считаю, что нынешняя позитивная динамика роста ВВП на самом деле дорогого стоит. Конечно, мы не можем расти так же быстро, как два года назад. Но я также уверен, что политика правительства может быть более амбициозной в этих условиях. Во всяком случае, меры стимулирования экономики в этих условиях напрашиваются. Потому что когда одновременно происходит бюджетное сжатие после принятия бюджетного правила, когда ставки рефинансирования Центрального банка поддерживаются на очень высоком уровне, один из самых высоких в мире, и при этом еще повышаются некоторые налоги, то вообще-то так поступают, когда добиваются именно сжатия экономики в условиях ее перегрева. Поэтому мне экономическая логика правительства Российской Федерации представляется не вполне соответствующей той ситуации, в которой мы находимся. Редактор субтитров А.Семкин